Всем добрый вечер! Сегодня у нас эксклюзивная лекция от диетолога и соавтора марафона строенности март 2022 Айнагуль Исимова, пока что мастер продаж, руководитель центра, также диетолог и фитнес-инструктор. Я вообще сегодня хотела рассказать немножко про само наше питание, чтобы у вас было представление. Когда мы открываем, например, готовое меню, не всегда люди понимают, например, что можно заменить на что или какое сочетание должно быть и на какой прием пищи. Если каждый из вас, например, вот эти правила возьмет как за основу, то вы даже выработаете в себе привычку, даже когда будете куда-то в ресторан уходить, и у вас, например, ужин, и вы будете уже в голове представлять, например, ага, мне надо взять белковую составляющую, потом, например, клетчатку и еще что-то. То есть этот конструктор здорового питания, который я сама разработала, он помогает наладить вот этот именно режим питания и привить правильные пищевые привычки. Это не только для худеющих, это и для тех, кто хочет набрать массу, тех, кто хочет просто следить за своим здоровьем, и чтобы в дальнейшем не было каких-то проблем. В любом случае, вот питание, оно очень сильно влияет на, в принципе, на наше здоровье. Вот, и многих проблем можно избежать, если хотя бы в 80% придерживаться именно здорового питания. То есть иногда можно позволить себе какие-то отклонения, скажем, в гости или праздники, тортики и так далее. То есть не нужно исключать совсем, но основная часть рациона, я считаю, должна быть сбалансированной, тогда будет баланс во всем и в организме, и в целом как бы в самочувствии. Вот, начнем. Первый прием пищи – это завтрак. Вообще про завтрак, что хотела сказать, он очень важен. Многие игнорируют его, многие не кушают, выпивают воду или кофе и бегут по делам, на работу и так далее. На самом деле это большая ошибка, потому что когда наш организм утром просыпается, ему нужен заряд энергии. И нашему организму, он же всю ночь спал, к нему не поступали питательные вещества. Значит, был большой промежуток, когда человек не ел. И поэтому завтрак, он такой должен быть достаточно сытный, питательный должен быть и сбалансированный. То есть первое, на что мы обращаем внимание на завтраке, это белковая составляющая нашего завтрака. Первая группа – это белковые блюда. Они, во-первых, дают сытость. То есть заметьте, когда вы покушаете белковую пищу, у вас сытость приходит гораздо быстрее и держится чувство сытости гораздо дольше. То есть можно творог, например, сделать, сырники какие-то или смешать творог с фруктами. Вот тоже творог, это тоже белковая составляющая. Жирность никогда не берите там 0%. 0% очень плохо усваивается. В организме лучше брать 2,5 жирности. Можно взять кефир, например, гранолу смешать со 150 мл кефира. То есть кефир уже будет как белковая составляющая. Молоко можно взять. Но если у вас есть, например, аллергия, то, конечно, вы уже тут индивидуально подбираете. Но я говорю в общем для здорового человека, у которого нет каких-либо отклонений. Натуральный йогурт, обычный йогурт, без каких-либо добавок, без подпластителей. Не те, которые у нас, типа персик или еще что-то, а именно натуральный йогурт. И можно даже делать с закваской самим дома. Это очень легко делать. Он очень вкусный получается. Например, смешать йогурт с орешками и фруктами. И вот у вас будет уже завтрак, получается. Плюс я бы сюда добавила, например, тост. Или какой-нибудь, не знаю, овсяное натуральное печенье можно, например. И вот у вас уже сбалансированный завтрак. Потом можно взять сыр. Старайтесь сыры брать нежирные. До 45%. Например, вот адыгейский, брынза. Очень хорошо подходят для завтрака. Два яйца. Можно яйцо в разном виде. Можно омлет, пашот, вареный и так далее. Это уже на ваш вкус, как вы любите. И, например, можно какие-то утром запеканки тоже делать. Это тоже классно. Причем можно, например, с ужина, если остались какие-то котлетки. Или, например, просто кусочки мяса тоже можно. Девочки, вы, кстати говоря, спрашивали вопрос по поводу бутербродов. Это тоже отличный вариант. Но бутерброды должны быть хорошие. То есть не маленький такой бутербродик, а такой хороший. Их несколько должно быть. Например, ту же семгу положить. Или кусочек индейки, кусочек курочки. Говядину или, например, конину тоже можно. То есть это такие варианты завтраков именно с белковой составляющей. Вторая группа, которая тоже всегда у нас должна быть за завтраком. То есть не только белковая, а завтрак должен состоять и белковая часть, и углеводная часть, и быстрые углеводы. То есть мы не из каждой группы по одному чему-то берем. То есть мы берем из каждой группы по чему-то одному. Ну и все это должно быть на тарелочке. Вторая группа – это у нас именно медленные углеводы. Они дают заряд энергии на длительный период. То есть медленные углеводы расщепляются в организме медленно, за счет этого они называются медленными или сложными углеводами. И они не так быстро преобразуются в жировую прослойку. То есть чтобы они преобразовались в жировую прослойку, их нужно очень много употреблять. Мы на завтрак, например, берем ржаные хлебцы какие-то, подсушенный тост какой-то, цельнозерновой хлеб. Можно, например, гречка, овсянка, бурый рис, кукурузная каша, пшенная каша. То есть различные каши. Это все можно использовать на завтрак. Лаваш какой-то тоже можно, трубной, ржаной лаваш. Вот такие старайтесь брать. Можно, например, завернуть творог с сыром, зеленью в лаваш и подсушить на сковороде. Это просто вообще мой любимый такой завтрак. И третья группа, которую я рекомендую включать на завтрак, это быстрые углеводы, потому что когда мы спим долго, нам нужно потом взбодриться. А бодрость дают именно быстрые углеводы. Но быстрые углеводы, это не значит, что должны быть тортики или конфеты и так далее. Я рекомендую вам больше включать фрукты, овощи, ягоды. Особенно, когда идет сезон, сезонные ягоды, например. Если в Казахстане, в Астане, у нас, например, ягоды идут примерно с июня по август. И максимально стараться побольше ягод кушать. То есть сезонные хорошо брать. Я вот тут примерно написала, сколько порций должно быть. Например, одна порция яблока, это одна штука, один апельсин, одна груша. Мандаринки маленькие, значит, их две. Киви, например, они тоже маленькие, тоже по две и так далее. То есть тут в зависимости от того, какой фрукт берете. Это все завтрак. Завтрак я советую делать именно в течение часа после пробуждения. То есть как проснулись, почти сразу желательно кушать. То есть сначала выпили воду, проснулись, выпили воды. Пока там умылись, пока там оделись, какие-то утром дела поделали. Какие-то приготовления, пока завтра приготовили. И вот почти сразу кушать. То есть не через два часа, не через три часа, а почти сразу. Вот обед у нас получается. Мика, я извиняюсь, ты не могла бы меня немножко подменить на пять-десять минут. У меня ребенок просто... Да, да, конечно. Пока можете вот разобрать. Вот обед, тут в принципе все понятно. Сейчас, секунду. Так, всем припросили, я пока организаторские моменты спутичну. Вот так, у всех. Фамилия имя есть. Вот есть и iPhone. Непонятно имя, фамилия, потому что я сейчас записываю, кто присутствует, чтобы получить дополнительные баллы от Екатерины. iPhone это кто? И тоже в будущем нужно, значит, в телефоне закачать приложение Zoom, зайти в это приложение, зайти в свою учетку, и тогда будет высвечиваться ваша информация, чтобы, ну, вот так мы и не мучились. Ну, иначе, ну, просто мы засчитаемся в вашей части. Так, ну, остальных я записала. Также нужно быть до конца, быть на лекции, чтобы получить максимальную информацию. Да, Сергей Масенко это Лена. Ага, хорошо. Так, ну, давайте посмотрим обед. Первое блюдо можно отдельно или 150-200 грамм. Второе блюдо. Первое блюдо – белковое блюдо. Так, мясо, курица, индейка, говядина, телятина, фарш, суппродукты, нежирный белок рыбы, морепродукты, яйца, просто молочный продукт. Ну, да, вот такой вот белковый, вообще белок, строительный материал для энергии и, вот как Айна Боя сказала, о насыщении. То есть, чтобы вы не ели все подряд, да, вот так, не ели всякие вредности. Для чего это нужно? Кушать правильную еду, да, сбалансированную. То, что организму нужно, если он не получает, он начинает все подряд есть, пока он не получит то, что ему нужно. Насыщение не получит, вы будете есть вот эти простые углеводы, и он будет просить вас, там, печенюшки всякие. Ну, то есть, но его цель организма получить все, что ему нужно, чтобы функционировать, чтобы работать, чтобы энергия шла. И поэтому здесь такое важное значение имеет белок. То есть, будете это кушать, то у вас не будет аппетита, не будет желания есть всякие вредности. Поэтому важно, да, очень первая группа, вторая группа, медленные углеводы, ржаные хлебца, цельнозернового хлеба, злаки, гречка, пшено, бурый рис, перловка, кино, цельнозерновые макароны. Тоже, да, есть быстрые углеводы, есть медленные углеводы, быстрые, это вот белый рис, белый хлеб и так далее. То, что там очень много сахара, кстати, да. И они, почему называются быстрые, то, что они быстро усваиваются, быстро дают нам энергию, но не хватает этой энергии надолго. Поэтому медленные углеводы, конечно, кушать эффективнее. То есть вы дольше будете оставаться неголодными, насыщенными. Третья группа, овощи разноцветные, много разных способов приготовления. Сырые, тушеные, рагу, гри, жареного слова нет, потому что жареное, это, конечно, вред. Большой для наших внутренних органов, то есть для печени, для желчного пузыря и так далее. То есть, чтобы вот этого не было лишней траты энергии и здоровья на жареные продукты, лучше, конечно, тушить на пару и так далее. Так, не более 200 грамм за прием баклажаны, спаржа, помидоры, стручковая фасоль, отварная свекра, морковь, крахмаль. Да, это все лучше записывать. Когда вы делаете скрин, хуже запоминается. То есть вы, как бы, ну, можете не возвратиться даже, да, к этому. Когда вы записываете, идет память именно моторная. То есть вы рукой запоминаете, это остается в нашей памяти. Так, ну, в идеале, да, это так выглядит ваш обед. Первое блюдо и второе. Сегодня напишите, какой у вас был обед, пожалуйста, в чат, что кушали. Да, сейчас я, мы находимся в Турции, в отеле. И я тоже стараюсь всегда брать первое блюдо. Первое супчик какой-нибудь, второе мяско. Кто склонен к анемии, да, берите красное мясо, оно очень хорошо усваивается. Там, где побольше, ну, чтоб гемоглобин, да, вырабатывался. Это железо, вот где же больше железа. Это наша фасоль, да, это бобы. В курице не так много железа. Ну, в общем, яйца тоже классно. И зелень, чтобы, вот видите, разноцветные овощи для того, чтобы все витамины, минералы получить с приема пищи. В атоме есть витамин С, например, цветная еда называется. Мультивитамины тоже разных цветовых категорий. Почему? Тоже, чтобы из разных овощей, фруктов, зелени и цветовых категорий взять экстракты, чтобы получилось балансированное питание. И вся необходимость в микроэлементах организма удовлетворилась. Так, вижу чат. Так, у кого-то утро, я даже не завтракала. Отварная курица с отварными овощами. Классно, Юль. Мадина. Две котлетки, салат с капустой, помидоркой. Ну, в Турции как без котлет. Ну да, белок. Суп и рис. Суп и рис, а суп на мясе, да, чтобы белок был. Чтобы тут не хватает, мне кажется, белка. Борщ, Мсуная пишет. Юля пишет, салат с красной качаной капустой. И салата вам достаточно? То есть тоже, да? А так, Мадина пишет, перекус, банан, клубника, хочу сладкое. А сладкое, да, как перебить сладкое? Сейчас, Вайна Гуль, мы узнаем. Мсуная, третий день ем сладкое. Я поздивила. Ты дай слово. Вот это мы разобрали обед. Обед, вот, да, тоже хотела сказать, что самый крупный, самый большой по количеству у нас должен быть именно обед за целый день. То есть он должен быть плотнее завтрака, больше завтрака. И вот тут, например, есть, вот разобрали, что у нас должно быть опять же белковая составляющая, что должен быть медленный углевод и какие-то овощи, салаты там, не знаю, тушеным виде, можно запеченный, там, на гриле и так далее. Но тут есть важный момент, что не стоит сочетать красное мясо с медленными углеводами, потому что они дают очень тяжелое, тяжело переваривать кишечнику такую пищу, именно это сочетание. То есть красное мясо плюс, например, макароны я бы не стала. К красному мясу я бы взяла тушеные овощи или, например, салатик какой-нибудь. То есть с клетчаткой, с овощами. Красное мясо плюс овощи берем. Замечали, наверное, что после плова бывает такое прям тяжело прям переходит, ну в смысле тяжело переваривается, во-первых, в желудке и долго проходит вот это вот ощущение, что все вот тут вот как будто стоит все. Бешпармак тоже самое, манты, перемени, вот это вот все. Сочетание теста, углеводов и мяса, оно такое тяжелое. Углеводы лучше сочетаются с рыбой, с кроликом, с птицей, ну вот с легкими углеводами, с легким белком, который легко усваиваемый. Творог тот же самый, яйца, это все белок, который легко усваивается. То есть сочетать лучше так. И субпродукты тоже лучше сочетать с овощами. То есть они больше относятся к красному мясу. И я бы рекомендовала субпродукты минимум один раз в неделю включать, потому что это источник очень хорошей железа, витаминов, минералов, которые вот нам нужны. И это еще железо в субпродуктах, особенно в печени, оно там содержится именно такое, которое нужно нашему организму. То есть оно будет быстрее усваиваться, нежели, например, железо негемовое, растительное. Вот такой, ну, просто момент, который я бы хотела рассказать, потому что немногие это знают. Но овощи, конечно, надо помнить. А про сладкое, вот, вообще почему часто хочется сладкое, кстати говоря, это такой вопрос, значит, где-то дисбаланс идет, значит, не хватает чего-то. За счет того, что организм недополучает где-то, он должен где-то добрать. То есть хочется чего-то сладкого. Почему еще сладкое не хочется еще? Потому что зачастую медленных углеводов мало в рационе, и организм пытается это добрать. Либо белка не хватает, либо жиров не хватает. Но зачастую из-за того, что не хватает медленных углеводов. Либо слишком большие разрывы между приемами пищи. То есть 3-4 часа это оптимально, даже между завтраком и обедом. Пусть лучше будет ранний обед, но потом будет еще перекус, и потом еще ужин, например. Либо делать перекус между завтраком и обедом, если у вас слишком большой разрыв. Например, встаете в 7 утра, а обедаете только в час. Тогда можно сделать небольшой перекус между. Вот, третий день не ем сладкое. Это классно. Суп с мясом и соей тоже хорошо по-корейски. А куриная печень считается? Куриная печень тоже как суп-продукты считается. Так, ну вроде бы все, да? Теперь перекусы. Вообще перекусы можно прям разнообразные делать. Это моя прям любимая тема перекусы. Потому что многие жалуются, что не успевая кушать и так далее. Можно у нас, мне очень-очень понравился сет наших орешков в Атоме. Вот я помню, нам привозила Вика в Астану, дарила вот маленькие вот эти вот пакетики, и там орешки в перемешку с сухофруктами. Это просто отличный вариант перекуса. И его можно положить в сумочку с собой и вытащить в любом удобном месте. Просто вот находка для меня была. Именно вот этот вот сет. То есть там не просто орешки, а именно с сухофруктами внутри. Классный, ну как классный выход. Я мало где вижу такие. Ну что, свежие очень овощи, они как бы хранятся отдельно. Отдельно каждый хранится. Просто потом в пакетик закладывается. Поэтому вкус у каждого свой, запаха нет. И Владимир начал есть грецкий орех. Только вот в Атоме. До этого он его избегал, не любил. А тут прям все съедает. Единственная цена, да, то, что тяжеленькие орешки. Получается дешевле здесь, конечно. Но иногда можно себе позволить. Но это только за счет того, что мы же своими силами везем. Если и когда он появится на нашем сайте, я думаю, он будет гораздо дешевле. Да? Или нет? Но такой продукт вряд ли появится у нас. Понятно. Есть также дешевле, да. По теме перекусов, вот что в первой половине дня лучше делать такие более сладкие перекусы. Типа вот сухофрукты, фрукты, ягоды и так далее. А во второй половине дня более овощные или белковые. Вот. То есть фруктовый салат лучше, например, взять на первую половину дня. Если мы худеем, еще раз. Если мы не худеем, если мы просто поддерживаем свой вес, то тогда фрукты можно и во второй половине дня тоже. Вот. Можно вот, я тут написала, какие-то варианты перекусов. Например, одна порция фруктов. Это вот выше я описала, что такое порция, да. Что это одно яблоко или два киви, например. И горсть орешков. Как горсть мы? Обычно, раз мне спрашивают, что такое горсть. Горсточка вот мы берем, получается, и она должна немножко возвышаться в вашей ладошке в углублении. Примерно это, ну, может быть, где-то, если миндаля, может быть, штук 10-12, около того. Если грецкий орех, ну, тоже где-то около вот этих половинок, где-то около 7-8 штучек должно быть. То есть вы визуально оцениваете. Тут не важно прям до точности, там, до громовки каждый раз взвешивать. Просто вот на глаз. Ваша ладонь – это соотношение именно вашему организму. То есть если у мужчин большая ладонь, соответственно, у них и горсть больше будет. Если девочка маленькая, хрупкая, то, соответственно, и горсть тоже будет меньше. Это все соразмерно, да. Поэтому наши части тела, они как идут, как скажем так, индикаторы соотношения размеров наших. Вот. Можно делать вот какие-то оладьи, да, например, из кабачков, цветную капусту можно как-то сделать. Я очень много видела вариантов, так сказать, овощных, каких-то суфле делают. На самом деле тут уже на вашу фантазию. Можно делать смузи разные, это вообще классно. Вот. Какие-то бутербродики тоже, да, рулетики какие-то, спринг-роллы. Вот эти вот, да, например. Или можно в нашу, листы наши водоросли заворачивать, например, там, огурец, посыпать кунжутом. Вообще просто отличный вариант перекуса. Или там завернуть, не знаю, можно сет сделать, например, сельдерей, морковка, огурец. И завернуть все это. Тоже классно будет. Или даже можно с курочкой завернуть или с кусочком рыбы. В общем, тут уже фантазия просто, какая вам захочется. Будет вообще классно. Ну и ужин. Я рекомендую ужинать за 2-3 часа до сна. Идеально за 3 часа до сна. Ужин должен быть прям легкий. То есть он должен быть такой вот настолько, что вы встаете со стола с легким чувством голода. Идеально это овощные супы-пюре с какой-нибудь небольшой составляющей белка. Например, сыр или яйцо или рыба, например. Можно на бульоне делать на рыбном или на курином. Тоже классно. То есть они будут давать именно белковые составляющие. Потом мы берем, например, опять же белковые составляющие. Можно взять, если это не суп, например, а второе блюдо. То какую-нибудь рыбу, морепродукты. Отлично подходит. Курочка. Вот яйца, там можно творог, не знаю, все, что захотите. И плюс овощи. То есть ужин всегда должен быть либо суп, или суп-пюре, что-то такое. И белок плюс овощи. И овощи желательно на ужин брать не свежие, а именно термически обработанные. Потому что они усвоятся гораздо лучше в организме и легче. И желудок вам скажет спасибо. То есть представьте, вы с утра проснулись, целый день желудок переработает, то есть он работает, перерабатывает пищу, он трудится, он затрачивает очень много энергии. И к концу вечера он хочет отдохнуть. А мы зачастую целый день бегаем, что-то там где-то перекусили, перехватили. И вечером, когда пришли домой голодные, начинаем наедать, 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 наедать. И, соответственно, он думает, блин, я и так работал целый день, ты меня еще сверхурочной работой вечером начинаешь накидывать мне. И, соответственно, мы ложимся спать с полным желудком. Пока мы спим, желудок работает, соответственно, затрачивает энергию. И к утру мы будем чувствовать себя разбитыми из-за этого. То есть поэтому я советую кушать, во-первых, за три часа до сна. И еще ужин должен быть вот прям легкий. Если вы, например, не худеете, а просто на поддержание, либо, например, вы хотите набрать мышечную массу, то вот третья группа, вы можете добавить себе какие-то крупы или там макароны, например, твердых сортов можно взять. Ну, какая-то углеводная составляющая. То есть тут можно вот даже крупины и супы хорошо подойдут. Рисовые с гречкой, можно сделать куриный тевтель и там с гречкой и овощами, например. Либо есть очень классные, я видела, салаты с киноа или пшеницей или с кускусом. Плюс, например, кусочки каких-то морепродуктов и овощей в перемешку. Все это, это вообще классный будет такой ужин тоже, да, салатики какие-то. Вот, и что еще? Так, вроде бы все. Ну, все, это последняя страница. Раньше я так везде вставлялась фотографии. Вот, если у вас есть вопросы, вы можете спросить, и я отвечу. Ну, вот этот конструктор я, кстати, могу отправить в наш чат худеющих. Ну, чтобы у вас как шпаргалка под рукой была. Как можно заменить сладкодиетические батончики? Диетические батончики, вот, можно взять, которые, например, вы можете даже сами сделать их. Овсянку, смешать там изюм, например, орешки какие-то. И залить это медом, и сформировать такие батончики, и в духовку тоже будет хорошо. Но просто тут это все полезно, это все здорово, но, опять же, оно все калорийное. Изюм калорийный, курага, например, да, мед, это очень много калорий. И орехи, они хоть и полезные, но очень жирные и несут много калорий. То есть тут их можно взять, но надо меру знать. Я бы, например, еще подключила что-нибудь типа чернослив. Если есть возможность, какие-то ягоды очень хорошо перебивают это вот желание скушать сладкое. И если сильно хочется сладкое, то можно делать именно вот цельнозерновое, злаковое что-то. Злаковый какой-то хлеб. На него, например, можно арахисовую пасту, сверху банан. Это будет отличный перекус, он будет полезный, он будет сытный и удовлетворит вот эти вот желания покушать сладкого. Давление понизилось у меня, говорят. Но это классно. На самом деле, когда мы начинаем сбалансировать свой рацион, мои девочки на марафонах видели результаты практически сразу. У многих уходили вот эти вот неприятная отрыжка, изжога уходила, вздутие живота, потом тяжести в желудках. То есть они чувствовали на себе именно в плане здоровья результаты вот правильного рациона своего сбалансированного. Когда начинаешь вот так вот кушать, следишь за рационом, а не закидываешь все подряд, то видно это сразу, по самочувствию даже видно. Всегда спорный вопрос. Так, подскажите, пожалуйста, всегда спорный вопрос, который мне многие задают. Можно ли совмещать свежие огурцы с помидорами? Почему-то многие диетологи против этого сочетают. Ну, на самом деле, ну, очень много же всяких картинок в интернете еще гуляет. Типа, вот, нельзя огурцы с помидорами, ну, блин, мы же не едим их килограммами, мы же не едим их там ящиками. То есть у вас максимум один огурец, один помидор может быть, ну, два может быть даже, если больше вы не съедите. Это не такая большая концентрация, чтобы, ну, вот настолько они конкурировали между собой. То есть огурцы с помидорами, нет, это, ну, не знаю, даже, я даже, если честно, я даже не знаю, куда этот миф взялся. Это как, ну, я думаю, грамотный диетолог, тот, который, как бы, не гонится за какими-то, как сказать, за статистикой или охватами в Инстаграм, ну, не будет, я думаю, такого поддерживать. Единственное сочетание, это вот я говорила о том, что красное мясо, оно тяжелое, тяжело усваивается в организме, долго переваривается. На самом деле на переваривание красного мяса нужно порядка 6-5 часов, поэтому его лучше на обед и в сочетании с овощами, с клетчаткой, которая поможет протолкнуть по ЖКТ, ну, по кишечнику и, соответственно, усвоится лучше. При этом в наших овощах, или, кстати, можно еще брать красное мясо с фруктами, тоже классно, например, там делают же печень с яблоками, с грушей, вот такие вот сочетания, тоже видела, они хорошо помогают и вкусно, кстати говоря. Хорошо, хорошее сочетание будет, и железо из мяса усвоится лучше в сочетании с фруктами. Ананас с сыром, ананас с сыром, ну, в принципе, неплохое сочетание, но тоже можно. Единственное, вот, кстати, есть поправка, дыню. Дыню нужно всегда кушать отдельно от всех фруктов, вообще отдельно от всего. То есть, если вы перекусываете дыней, то это должна быть только просто дыня, вот, без там чего-то еще. Только дыня так, потому что дыня тоже тяжело переваривается, у нее есть такие ферменты, которые, на переваривание которых, там, затрачивается такая достаточно много энергии в организме. Вот, а так, остальные все фрукты можно, как бы тут без разницы. Тушеная говядина с айвой, ну, я такой не слышала блюдо такое, но мне кажется, будет вкусно. От, зависит уже от кухни, какая она, да. Вообще, кстати говоря, диетологам признается, что средиземноморская диета, средиземноморское питание считается максимально приближенным к сбалансированным, потому что там очень много рыбы, цельнозерновые макароны, спагетти, да, вот это все. Причем они готовят все это аль денте, и очень много овощей, фруктов кушают, и оливковое масло. Вот, это такой, ну, знаю, много очень диетологи отзываются именно о средиземноморском питании, что оно такое достаточно сбалансированное. Плов с айвой очень вкусно получается, не пробовала, честно, не могу сказать. Но вот я бы плов с айвой сделала бы из курицы, например, или, например, из кролика, или из грудки индейки тоже можно было бы. То есть в индейке, кстати говоря, ножки считаются красным мясом, а грудка считается белым мясом. Даже по виду оно будет. То есть ножки я бы взяла на обед, а грудку на ужин. Поэтому плов можно с айвой сделать, например, из индейки. Мне кажется, классно выйдет. На самом деле, вот если, как сказать, поэкспериментировать, то разные блюда, вот именно в сочетании, в правильном сочетании, они очень вкусные. Правда ли, что при сахарном диабете нельзя кушать фруктов во второй половине дня? Ну вот, смотрите, фрукты – это фруктоза. Но иногда он вечером хочет, но не отказывает. Фрукты – это фруктоза. Они хоть и идут, как бы, как сказать, не поднимают настолько уровень инсулина, но они хорошо откладываются, быстро откладываются в жировой прослойке. И, ну, желательно, конечно, если у человека есть какие-то патологии в организме, то сбалансированное питание, да, нужно придерживаться. И да, фрукты я бы не ставила на вечер, на утро желательно. Не то чтобы нельзя, но желательно, рекомендуется. То есть, если это, например, какие-то ягоды, не сильно сладкие, ни виноград, ни банан, скажем, ни арбуз, ягодки какие-то, то можно. Я бы взяла киви какой-нибудь, да, такие кислые больше, то можно было бы во второй половине дня. А вот такие больше сладкие, их лучше на первую половину дня. Ну, наши любят, я знаю, арбуз на ночь кушать. Это такая очень... Сейчас вот в августе будет практика у всех, но я бы так не стала делать. Еще наши же арбузы обычно... Порция арбуза считается примерно 150 грамм. Наш среднестатистический человек казахстанский не ограничивается никогда 150 граммами арбуза, тем более на вечер. Еще и в СИЗОН. Это классно, кстати говоря, что вы заготовите все из цельнозерновой муки. Сейчас рынок очень разнообразный. Сейчас даже в обычном магазине можно найти цельнозерновую муку. Ржаную муку можно найти. Раньше на прилавках было очень мало этого, либо в каких-то специализированных магазинах. Но сейчас очень много где. Даже в маленьких городах я замечала, что есть магазины, обычные магазины продуктовые, на которых на полках прям стоит цельнозерновая мука. У меня привычка вечером кушать фрукты. Фрукты, они полезны. В них очень много витаминов, во-первых, клетчатка, полезных свойств много. Но я бы их рекомендовала все равно на ночь не стоит. Потом для взрослого поколения повышать инсулиновые скачки вечером тоже нежелательно. Можно ли постоянно пить смузи? Насчет постоянно. Ну вот с утра до вечера на смузи сидеть не рекомендую. Через день, например, как перекус можно. Овощные можно миксовать. Овощные там, потом фруктовые на следующий день. Там, например, злаковые можно что-то добавить. Но вообще в смузи нет ничего плохого. Самое главное – количество. Потому что смузи – это, как сказать, просто блендерированная пища. Та же самая. Слишком много смузи – это, во-первых, для эмали плохо. Потом наш… Во-первых, зубы не работают, зубы не жуют. Надо, чтобы жевали. Ну, то есть нагрузка на зубы тоже должна быть. Потом смузи очень хорошо для тех, кто хочет дать разгрузку для организма. Но, опять же, не детокс на смузи, не целыми днями на смузи сидеть, а, например, один раз в день, либо один раз в два дня, три дня. То есть не постоянно. Во всем должен быть всегда баланс. То есть не нужно, если, например, говорят, там, например, укроп полезен, целыми днями только укроп кушать. Или там гречка полезна, и все, весь рацион в гречке. Нет. То есть во всем должен быть баланс. Ну, нужно умеренно всего должно быть. Можно ли постоянно пить с музи? Я ответила, я сама вывожу закваску и пеку из ржаной муки. Это вообще очень классно, что вы его так вот делаете, еще и на закваске. Это круто. Я, кстати говоря, видела, что наши девочки делают даже хлеб с нашим псиллиумом. Это тоже классно. Я не знаю рецепт, правда, не знаю, как они делали, но я знаю, что делали. И, говорят, очень вкусно получается хлеб с нашим псиллиумом. Я слышала про пробиотиков делать йогурт. Вот в Корее, например, где йогурта нет. Там молоко просто вскипятить до 40 градусов. Теплое должно быть. И если засыпать, то она в теплое место должна постоять хотя бы 8-12 часов. Потом получается йогурт. Очень интересно. Про сладкое, кто спрашивал, вот наш витамин С можно, как весь сердце, стек выпить. Он же сладкий. Да, да. Так он перебивает. Пробиотики у нас, желешки, да, тоже у нас все сладкие. Псиллиум, кстати, можно тоже. Он сладковатый и чувство сытости даст. Да. Да, точно. Но мне, кстати, наш шейк очень понравился на вкус. Прям такой ненавязчивый, такой нейтральный, не сильно сладкий, потому что раньше я когда брала другие шейки, они прям, ну, вкус такой был сильно сладкий. Видимо, хотели перебить что-то, какой-то другой вкус. А у тебя какой вкус? Там злаки, тыква. Голубенькие, злаки. Я его, кстати говоря, выиграла в конкурсе у Стеллы. Классно. Я ждала, когда у нас будет марафон, чтобы его открыть и начать пить. Так, я пью витамин С, Жень, Шень, Яблочная Жень, но все равно хочется сладкой. Смотрите, на рацион на соль. Еще спирулина. Когда пьют, натощают. Да, да, спирулина. Она заполняет недостаток каких-то витаминов, чего-то там не хватает организма, вот она просит у вас сладкое. А потом еще сладкое очень часто бывает хочется в силу каких-то психологических факторов. То есть, может быть, у вас где-то стресс, где-то какая-то депрессия или еще что-то. То есть, эмоциональный фон страдает. И если раньше была привычка заедать стресс, то организм будет уже как на наработанном сценарии думать, что когда у меня стресс, мне нужно сладкое, потому что это уже больше в психологии. Тоже, ну это тоже фактор есть такой. Да, да, стресс, да. Недосыпы потом, неправильный режим дня, когда мы плохо спим, когда недостаточно спим. То есть, вообще человек очень такой, скажем так, организм хрупкий. Любые внешние и внутренние изменения сильно сказываются на самочувствии. Девушки у меня, партнеры очень хорошо отзываются о биотине. Хорошо помогает, кто стрессует. Да, видимо. Смотря во сколько, вот вопрос об Мусына. Я очень рано просыпаюсь, 5 часов, это нормально. Смотря во сколько вы ложитесь спать. Если вы ложитесь спать хотя бы в 10, то это очень классно. То есть, в 9-10 вечера ложась, мы лучше выспимся и хорошо выспимся. Ну и даже если в 5 будем просыпаться. Такие в самые нужные часы спите, значит. И если вам этого достаточно, вы чувствуете бодрость, то, конечно, да. То есть, вообще 7-8 часов, это норма. Рамен от Ататоми. Можно на обед? В принципе, можно, но я бы туда добавила яичко. Вообще наш рамен, в принципе, он на натуральном силу идет. Натуральные ингредиенты все. Ну вот там же крахмал, картофельный крахмал в составе получается. И крахмалистую еду желательно кушать, ну, например, раз в 5 дней, 150 грамм, в принципе, можно. То есть, тот же картофель, например. То есть, если у вас была лапша, например, во вторник, то картошка в ближайшее время там, ну, хотя бы в воскресенье. Крахмалистые овощи желательно тоже на обед кушать, кстати говоря. То есть, если рамен на ужин, то я бы не стала есть. На обед еще можно. Крахмалистые это вот еще тыква, свекла, морковка. Вот на ужин их нежелательно. Такие овощи лучше на обед кушать. На ужин лучше вот что-то типа брокколи, кабачок, цветная капуста, перец. Такие вот овощи лучше на ужин. Если еще есть вопросы, может быть, по тренировкам или там по меню, может быть, что-то, если непонятно, можете тоже спрашивать. А, мы по слайдам закончили, да? Да, по слайдам все. Да. Хорошо. Хорошо.